МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, конечно же, в Ненецком округе ситуация на рынке труда. По официальным данным, рост стата на 1 марта 2015 года в России численность безработных была зафиксирована в количестве 1 миллиона человек. На самом деле, эксперты считают, что эта цифра больше в 4 раза. Это рост на 600 тысяч к прошлому году. В настоящий момент можно предположить, что данные по безработице могут быть в разы больше. Что думают по этому поводу сами безработные? Показателен в этой связи аналитический материал, размещенный на сайте IQ Review «Независимая журналистика». В публикации наряду с данными Ростата приводится опрос общественного мнения, проведенный в интернете среди молодежи, которая сегодня испытывает проблемы с трудоустройством по специальности. Пятый месяц езжу по собеседованиям, а в итоге ничего не предлагают. Как так-то? Я же не совсем бездарь. Так-то около трех лет опыта работать и с админом есть. Вышка на менеджера, чтобы был диплом. Ума не приложу, в чем может быть дело. Всегда легко было устроиться. Никогда больше двух месяцев не искал новое место работы. Аналогично удручает то, что о катастрофе на рынке труда знают лишь те, кто с ним столкнулся. Успешные высококлассные спеццы с редкими навыками или просто устроившиеся по блату о наших проблемах только догадываются. Я уже совсем скатился. Охранником работаю. Со своим высшим юридическим образованием. А рабочие? У меня несколько лет работы слесарем. Многому научился за это время. Фирма загнулась, практически все заводы закрылись. На оставшиеся несколько без блата на пущенный выстрел не подпустят. На одном заводе охрана даже через КПП в отдел кадров не пустила, когда узнали, что я не от кого-то, а просто сам по себе пришел. Предварительно звонил, причем сказали, мол, да, слесари нужны. Мы привели лишь несколько высказываний молодежи о ситуации на рынке труда. И, естественно, важно услышать и мнение экспертов по этому поводу. Тот же сайт приводит комментарий одного из экспертов финансового аналитика. Понятно, что особенно остро проблема ощущается в Москве, где привыкли получать зарплату от 50 тысяч в месяц просто за факт присутствия на работе. В Москве давно забыли, что такое безработица. Сейчас экономика Москвы активно перестраивается. Действительно, сейчас работу обычному человеку без специфических умений найти очень тяжело. Нужно или соглашаться на более низкую зарплату, или менять сферу деятельности. Захочешь кушать, и в дворники пойдешь. Совет безработным можно дать простой. Пока у вас есть время, занимайтесь самообразованием и повышайте свои профессиональные навыки. Рынок труда обязательно стабилизируется, катастрофы нет. Есть обычный кризис рынка труда. Мы такое уже видели не так давно, в 2008 году. Что касается Ненецкого округа, то по официальной информации, в округе ситуация с безработными пока стабильная. В августе, по сообщению Минтруда, наш субъект вошел в десятку самых благополучных в этом отношении. Вот небольшая статистика. По данным Минтруда, снижение произошло в 56 регионах и городе Байконур. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдается в Ненецком округе, Омской, Калужской областях, республиках Тыва, Северной Осетии, Алании. При этом в 20 регионах отмечается незначительный рост численности безработных граждан. Как пояснили нам в Центре занятости населения НАО, округ один из немногих субъектов, где удается сдерживать показатели. Коэффициент напряженности на рынке труда и регистрируемую безработицу на уровне начала года. Хороших показателей удалось добиться в том числе за счет отладки взаимодействия с работодателями. Система простая. В случае появления вакансии, в первую очередь, организации сообщают об этом в Центре занятости. Они занимаются поисками кандидата самостоятельно через средства массовой информации или интернет. Сейчас в округе зарегистрировано 327 безработных граждан. Еще порядка 70 человек значатся как ищущие работу, но официально безработными не являются. В банке Центра занятости есть 388 вакансий. В ходе еженедельного мониторинга Минтрудом также отмечено, что на фоне снижения регистрируемой безработицы в стране растет количество работников в режимах неполной занятости. Речь идет об увеличении количества работников, находящихся в простое по инициативе администрации, работавших в неполное рабочее время, а также работников, которыми были предоставлены отпуска по соглашению сторон. По данным Центра занятости населения НАУ, подобных случаев в округе не зафиксировано. Подобная ситуация в нынешних сложных экономических условиях не может быть постоянно радужной. Сегодня в округе есть предприятия, которые являются убыточными и, как следствие, неплатежеспособными, вынужденными сокращать работников, например, предприятия «Наринмарстрой». Подробности в следующем сюжете. Тонет, как «Титаник» в океане долгов. Порядка 45 миллионов рублей неуплаченных налогов, более 60 миллионов – задолженность перед фондами, еще более 400 миллионов – возможные штрафы за просроченную сдачу объектов. Сейчас «Наринмарстрой» ведет основные строительные работы на двух многоквартирных домах – на улицах Макарабаева и Губкина. Также на СМО висит строительный подряд очистных сооружений в Качгарте. Работы здесь пока остановлены, заказчик не переводит денег. Убыточными были и другие объекты, которыми занимался «Наринмарстрой» в прошлые годы. Это лабораторно-диагностический корпус для Нинецкой окружной больницы, новое здание отделения скорой медицинской помощи, детский сад в микрорайоне лесозавод. Убытки по всем этим объектам составили 190 миллионов рублей. И это бедствие старейшее строительное предприятие Нинецкого округа терпит уже давно. Причин тому много – неэффективный менеджмент, устаревшие технологии, 94-й закон. И, как следствие, неконкурентноспособность. Передача полномочий в 2008 году Архангельской области, что привело к задержке оплаты за выполненные работы на 4-й школе и при строке к профтехучилищу. Проблемы росли, как снежный ком. И решение было только одно – вливание бюджетных денег. В течение трех лет компания получала финансовую поддержку из окружной казны. Сумма в общей сложности составила 580 миллионов рублей. Компания себя не окупала. И в те моменты, когда субсидии округа чуть-чуть запаздывали, была необходимость затыкать дыры. Постоянно ждали вот этого вливания денег, вливания, вливания, вливания. Затыкали дыры, затыкали дыры по налогам, затыкали дыры по зарплатам. Каждый раз рассчитывали, что сейчас мы возьмем какую-то предоплату, заткнем эти дыры, а потом будет лучше, будет очередная субсидия. В интервью нашему телеканалу Александр Князев, который не так давно занял место руководителя тонущего Наринмар-Строй, отметил, задуматься о рентабельности предприятия нужно было и еще в те годы, когда Наринмар-Строй окончательно не увяз в трясине долгов. Тогда, по крайней мере, экономическая ситуация в стране была куда благоприятнее. Организацию нужно было оптимизировать именно в те годы. Нужно было проводить эти сокращения мягко, в неспешном порядке и находить какой-то алгоритм, когда организация приносила бы прибыль. А это было вполне возможно, потому что были объемы. Просто организация была слишком громоздкой, чтобы быть прибыльной. Необходимость оптимизации госпредприятий в сложные времена только возросла. Об этом в интервью газете «Выбор НАО» поверил сенатор от НАО Евгений Алексеев. Вообще, раздутый бюджетный сектор – это самая болезненная проблема НАО. Складывается впечатление, что у нас предприятия существуют не для того, чтобы свои непосредственные функции выполнять, а чтобы людям было куда утром пойти. Коэффициент полезного действия минимальный, фонды изношены, начальников в три раза больше рабочих. Зарплаты у них астрономические, на балансе минус, но округ вынужден все это содержать. Тот же Наринмар Строй, в тот же ПОК ЭТС были вложены большие средства, но они все банально проедены. Только перечислишь деньги, а у них новые убытки. Простите за резкость, но это не рабочие места для жителей, а кормушки для избранных. То, что это стабильные рабочие места, всегда было опасным заблуждением. И первые сложности в экономике это показали. Понимают это и жители города, неравнодушные к дальнейшей судьбе Неницкого округа. Возьмем конкретно предприятие СМО. 8 лет уже последнее. Реально предприятие убыточное. Долги гасят в принципе наш бюджет. Стоит ли продолжать финансировать, помогать им или все-таки лучше вкладывать деньги в небольшое строительное предприятие, чтобы оно было реально рабочим? Естественно, нужна какая-то реструктуризация, какие-то реформы в управлении, пересмотреть деятельность, где можно сэкономить, где можно что-то улучшить. Но понятно, что в существующем виде структура не жизнеспособна, можно так сказать. Стоит ли вкладывать большие бюджетные деньги в огромные предприятия или компании, чтобы их просто держать на плаву? Или логичнее было бы поддерживать предприятия, которые будут реально и качественно работать и приносить при этом пользу? Вот второе лучше поддерживать, реально, которые будут работать предприятия. Ну согласен, что надо во второе вкладывать, что надо, конечно, выйти в маленькие предприятия, чтобы лично все было округом. Администрация округа не стоит в стороне, все проблемы держатся на контроле. Разработан план финансового оздоровления предприятия, постоянно идут встречи с трудовым коллективом и руководством для решения острых вопросов. Но без кардинальных непопулярных изменений не обойтись. Слишком сильно ушел под воду «Титаник» на Ринмарстроя. К сожалению, в прежние годы был допущен ряд серьезных ошибок. У руководства СМУ в тучные годы сложилось мнение, что можно делать все, что угодно, и при этом округ всегда будет перечислять средства из бюджета. Сегодня существуют сложности с доходами окружной казны, поэтому платить за неэффективное управление возможности нет. Хочется отметить еще один фактор, который привел предприятие к столь плачевному положению. Это громоздкая кадровая структура. Здесь 90 человек работало из 400 административных работников. 90 человек работали за столами. Одна бухгалтерия – 9 человек. В ситуации, когда, например, полгода ничего не проектируется, содержать штаб проектировщиков – это огромная нагрузка, учитывая все северные выплаты и так далее, и так далее. И это, в принципе, не моя и не чья-то зная воля. Это просто диктуется экономической ситуацией. Несколько месяцев назад в организации началось сокращение работников. Оно коснулось всех отделов. Реструктуризация проходит в две волны. В первую сокращают 94 работника. Еще порядка 100 человек сократят в ближайшие три месяца. Как отметил директор Наринмарстроя, процедура проходит строго в соответствии с законодательством. Дирекция предприятия постоянно контактирует с коллективом, ведет разъяснительную работу. Раз в две недели проводятся ярмарки вакансий. Что же ждет тех, кто попал под сокращение? Порядка 20 человек, не дожидаясь сокращения, уже нашли работу по строительным специальностям через центры занятости. Еще 16 стоит на очереди. Им готовы искать работу или переквалифицировать. В первую очередь, конечно, это государственная услуга содействия в поиске подходящей работы. Во вторую очередь, это государственная услуга содействия в организации собственного дела, так называемая самозанятость. И в третью очередь, тоже актуальной для данной категории граждан является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. В том случае, если мы не можем, например, найти работу по их специальности непосредственно, то мы предлагаем данным гражданам пройти профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации. По словам Руслана Волоскова, от 50 до 100 вакансий они ожидают в скором времени от вновь созданного на Ринмар Стройинвеста. Кстати, помимо него, в регионе за последние полгода появилось еще 58 новых предприятий. Такие данные приводят территориальные органы госстатистики. Среди вновь созданных юридических лиц на лидирующих позициях строительная сфера. А это значит, рабочие места будут. Бюджетные средства должны расходоваться по принципу адресности и нуждаемости. Соответствующие законопроекты разработаны Министерством труда и социальной защиты России. А после утверждения в Госдуме станут основой для принятия аналогичных мер в субъектах с учетом региональной специфики. В Ненецком округе такая работа уже начата. Поправки в ряд социальных законов стали предметом обсуждения на комиссии по социальной политике, собрания депутатов, а затем и на комитете. Народные избранники таким образом хотят поддержать наиболее незащищенные слои населения. Принцип предоставления социальной поддержки и ее размер изменится для инвалидов, многодетных семей и ветеранов труда. Социальные законы были вынесены предварительно на общественное обсуждение и рассматриваются с учетом мнения жителей. Перед депутатским корпусом стояла непростая задача – рассмотреть корректировку соответствующих законов, адаптируя их к новым экономическим условиям. Документы самым тщательным образом изучались и детально рассматривались на заседаниях комиссии. Была проведена большая предварительная работа. Несколько раз собирались рабочие группы. По каждой мере социальной поддержки проводились обсуждения совместно с обществами инвалидов, ветеранами и другими льготными категориями граждан. Одно из изменений коснется условий проезда в общественном транспорте. Там предлагается установить проезд для школьников 50% от цены и для пенсионеров 20% от утвержденной стоимости. На часть цены и для пенсионеров это будет 6 рублей. Для школьников это будет примерно 15 рублей в городе Наринмаре. Это также связано с необходимостью поддержать АТП. Сегодня это предприятие имеет убыток около 10 миллионов. С учетом полученных с тестом недополнительно будет 17 миллионов, то есть будет полностью покров данный убыток. Воспользоваться бесплатным проездом смогут инвалиды до 18 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, реабилитированные граждане. Эти изменения депутаты рекомендовали принять на ближайшие сессии в первом чтении. Также для принятия в первом чтении будут внесены изменения условий получения льгот многодетными семьями. Для них планируется в дальнейшем сохранить выплаты, но при условии, что семья проживает на территории округа не менее пяти лет. При этом доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов. Кроме того, внесены изменения в законопроект о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Сейчас эту выплату предлагают распространить только после рождения четвертого и последующих детей. В программу детского отдыха тоже внесены изменения. По путевке мать и дитя смогут поехать на отдых дети в возрасте с 4 до 9 лет. Ранее воспользоваться таким правом могли дети до 15. Детям от 4 лет и до 9 будут предоставляться путевки мать и дитя, от 10 до 15 лет будут предоставляться путевки организованными группами. Это связано прежде всего с тем, что стоимость путевки мать и дитя это 110 тысяч на одного ребенка, то есть 55 тысяч ребенку и 55 матери. Что касается стоимости отдыха от ребенка, потому что у нас был конкурс организованный, 24 тысячи. То есть мы можем отправить на летний отдых четырех детей, либо одного ребенка по путевке мать и дитя. Начиная с 10 лет, ребенок может отдохнуть в составе организованной группы под присмотром сопровождающих лиц. Дополнительные критерии предлагается ввести в законодательство о звании ветеран труда НАУ. Присваивать звание за 30 календарных лет женщинам и 35 лет мужчинам планируется лицам, имеющим почетные грамоты, звания и другие награды. Для тех, кто не имеет трудовых наград, стаж предлагают увеличить на 5 лет. Следовательно, для женщин он будет составлять 35 календарных лет, а для мужчин – 40. Еще одни изменения для ветеранов труда могут коснуться выплат ко дню рождения Ненецкого округа. Если раньше сумма составляла 10 тысяч рублей, то сейчас ее предполагают уменьшить до 5 тысяч. Этот закон планируется принять сразу в двух чтениях. По словам депутатов, данная мера может носить временный характер в связи со сложными экономическими условиями. Также в двух чтениях на сессии планируют принять закон о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов. Внести изменения предполагает в закон о компенсации расходов на оплату стоимости проезда раз в два года к месту отдыха и обратно неработающим инвалидам. В частности, предполагается дополнить закон критерием о размере среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В целях более эффективной реализации данной меры соцподдержки проектом предполагается ввести пункт об оплате проезда граждан, сопровождающих лиц, имеющих инвалидность первой группы к месту сопровождения. Особенно бурно парламентарии рассматривали проект закона, который касается оплаты больничного листа бюджетникам, муниципальным и госслужащим. Предлагаем расширить случай, когда выплачивается компенсация до среднего заработка и ввести положение, согласно которому во всех случаях выдача больничных листов в течение пяти рабочих дней такая компенсация будет выплачиваться, а также в течение 30 рабочих дней будет выплачиваться компенсация при нахождении на больничном. В случае, если в результате больничного проведено хирургическое вмешательство. Этот проект депутаты еще будут обсуждать. На сессии его планируют принять в первом чтении. Также законодатели рассмотрели проект постановления об обращении собраний депутатов Ниньевского округа в Министерство транспорта Российской Федерации, о присвоении Наринмарскому аэропорту статуса узлового. Это позволит получать федеральное финансирование. Кроме того, на сессии депутаты намерены согласовать на должность заместителя губернатора, руководителя аппарата Михаила Васильева и на должность уполномоченного по правам ребенка Риму Галушину. И теперь к другим не менее важным и актуальным темам недели. Большая делегация лидеров выездного туристического рынка России прибыла из Москвы в Наринмар и приступила к знакомству с Ниньевским округом. По мнению экспертов, доступные по цене и конкурентно способные на международном туристическом рынке арктические маршруты по территории округа могут стать еще одним вектором развития туротерсли России. Договоренность о пробной поездке по маршрутам, которые предлагает округ, была достигнута на встрече Игоря Кошина с членами АТОР в Москве в апреле текущего года. Первым ознакомительным маршрутом в округе для гостей стал туристический культурный центр, где хранители национальных традиций показали гостеприимство по-нецки. Переступить через цинзей и ударить в бубен. Так, по поверью ненцев, приезжий человек приобщается к северу. Самодейцы – народ суеверный. Всевозможные обряды и приметы используют и по сей день. И не только в тундре, но и в туристических местах. Ваше желание обязательно сбудется, потому что оно было заказано. Именно за самобытностью и национальным колоритом приехали в Ненецкий округ ведущие туроператоры России. Три дня они проведут в разных уголках региона, чтобы понять, чем может быть интересен заполярный край туристу с большой земли. Программа включает посещение стойбища оленеводов, знакомство с жизнью кочевников, вертолетную экскурсию в Пустозерск, а также сплав на лодках в сопровождении опытных инструкторов и рыбалку. Гостям представят возможности гастрономического и промышленного туризма. Интересный очень край. Когда приезжаешь из Москвы, где сейчас почти 20+, в холода, понимаешь, насколько наша страна велика и многогранна, потому что совершенно другое природа, другие люди, все другое, это очень интересно, это очень познавательно, это хочется знать, это хочется видеть, это хочется чувствовать. Что интересно современному туристу из большой земли? Вот что он хочет, что ему нужно? Конечно, ваши индивидуальные, вот эти вот культовые, обрядовые вещи какие-то, необычные какие-то, ну, этно, наверное, вот этот вот туризм какой-то, особенности какие-то, может быть, связанные с оленеводством, да, с вашей культурой. Пятизвездочным отелем с системой «Все включено» сегодня удивишь уже не каждого туриста. Он все больше предпочитает индивидуальные экзотические туры. Их готов предложить Ненецкий округ. Первая презентация прошла сразу же после встречи гостей. Сотрудники Департамента образования, культуры и спорта рассказали о природном и культурном потенциале, флоре и фауне региона. Непосредственное знакомство с туристическими продуктами пройдет во время ознакомительных выездов. Такова была картина прошедшей недели. Какая будет следующая, узнаете из наших выпусков новостей. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи на севере. Субтитры подогнал «Симон»!